Александра Богомолова Объясню сначала, для чего мы все это делаем Просто, когда мы говорим об оффлайн-проектах, связанных с аудиторией Это не просто дань моде или мы так делаем, потому что так делают все Нет, это вполне утилитарные цели, преследуют все эти акции Дело в том, что когда мы пытаемся развивать свою целевую аудиторию На утренней сессии я сегодня говорил уже вкратце об этом Время изменилось И аудитория это не сборище идиотов, как было принято считать в советской прессе Аудитория имеет голос, вполне конкретный голос через соцсети Она имеет своих представителей, некие центры силы, которые объединяют вокруг себя людей И таким образом, связываясь с этой аудиторией, вступая с ней в разговор, в серьезный разговор Это не вектор Мы не спускаем аудиторию сверху вниз какую-то великую мудрость Получается, что вам идеи предлагают сами люди Проект называется «Новая интеллигенция», нормальные люди Да, мы разговариваем с аудиторией на равных Признаем, что в каких-то вопросах представители аудитории могут быть более компетентны, чем наши журналисты И таким образом завоевываем ее лояльность Человек, с которым мы таким образом однажды вступили во взаимодействие Он становится, по сути дела, нашим верным читателем, а зачастую и агентом, проводником наших ценностей Как бренда У нас есть несколько проектов, направленных именно на эти цели Один из этих проектов называется «Открытая редакция» Довольно регулярно, обычно раз в два месяца, раз в три месяца Мы собираемся в каком-то определенном месте Не внутри редакции, не внутри издания Это может быть парк, это может быть модное кафе Это может быть какая-то современная студия Приглашаем, мы с листом собирается редколлегия Приглашаем туда как раз вот людей Которые, как мы считаем, являются некими центрами силы для нашей аудитории Которые концентрическими кругами вокруг себя влияние распространяют И разговариваем с этими людьми о разных вопросах, которые волнуют аудиторию И волнуют нас И зачастую мы от них получаем очень хороший фидбэк В том числе мы встречались и с чиновниками городскими, московскими Приглашаем, мы встречались с ними в парке Горького Мы встречались с активистами городскими, с людьми, которые не за деньги Не ради бюджета, а просто из любви к городу Что-то полезное для этого города делают, хорошее Таких людей достаточно много Их оказывается нужно чуть-чуть поискать, а дальше начинают сами к вам приходить Мы встречались с деятелями культуры Тоже современными, интересными молодежи Эти люди, с одной стороны, рассказывают об актуальной повестке Что для нас важно А с другой стороны, они дают нам отклик на наши какие-то публикации На наши вопросы Мы точнее начинаем понимать нашу аудиторию и то, что ей интересно Обычно это такой неформальный достаточно разговор Где-то проходит он час Это много Каждый человек выступает Довольно свободная атмосфера Можно задавать любые вопросы И таким образом мы стараемся свое влияние распространять через эти центры силы на аудитории Другой наш проект, очень для нас важный Это называется новая интеллигенция С одной стороны, изначально это был некий контент-проект Который затем перерос вполне органично В оффлайн мероприятие мы сделали премию новая интеллигенция Которую вручаем людям в России Их можно так и охарактеризовать неравнодушным людям Людям обычным Это не звезды, не какие-то чиновники, которым нам нужно, с которыми подружиться Нет, это обычные люди, которые сделали для общества что-то очень хорошее и полезное При этом выбираем их не мы Их выбирает сама аудитория Она их номинирует на эту премию через специальный сайт, который мы создали Она их номинирует, потом люди голосуют за них Выбирают в разных номинациях победителей При этом, знаете, в прошлом году мы проводили, это был эксперимент для нас Мы привели эту премию Вот представьте себе Номинанты это 30 людей, в принципе, неизвестных обществу Мы о них написали Мы до этого писали о каких-то полезных проектах этих людей, которые они сделали Но это не звезды, это не артисты, не певцы И мы, конечно, сомневались Вот будет интересна эта аудитория или нет Вы знаете, поразительно, что интерес был огромный И на самой церемонии премии был полный зал И люди, в принципе, которые пришли туда Да, там действительно было много городских активистов Но много людей, которые на самом деле не ожидали даже от себя Что они с таким встретятся Потому что, в принципе, мы взяли и в течение двух часов Показывали аудитории хороших людей Вы знаете, бывает хороший человек И мне было скучно? Нет, это такие люди интересные Они искренние Они говорят не заученным языком, не казенным Они просто рассказывают о том, как они делают добрые дела И почему они это делают Кто-то смущается, кто-то плачет Кто-то стихи начинает вдруг читать Но парадокс в том, что я тоже говорил, что это будет скучно Ну, слушайте, невозможно Нужно какое-то медийное лицо пригласить Все мы понимаем, да, цинично, что 20 незнакомых, 30 незнакомых людей Ничего не привлекут Нет, оказывается, привлекут И у аудитории огромный запрос На то, чтобы ей СМИ, чтобы ей пресса Показывала нормальных людей Вот этот человек такой же, как он Такой же, как я Такой же, как я Только он почему-то взял и сделал то, чего я не сделал Вот эти вот примеры, да, людей Которые, ну вот тут слово неравнодушие Оно самое верное, наверное Вот он мог ничего не делать Он мог сидеть на диване и ничего не делать А он взял и сделал Александр, простите, я вас перебью Вот мне кажется, вот у нас в зале как раз есть такой пример нормального человека Но вот, мне кажется, Настя, можно? Анастасия Уакпаева Это девушка, которая развивает у нас в Казахстане движение CrossFit Проводит спортивные мероприятия Я просто хотела, чтобы она поделилась своим впечатлением Может быть, у вас будет какой-то рецепт для нее Может быть, как-то что-то мы неправильно здесь делаем Раз вот не появилось такого партнера, как вы, который бы заметил ее нормальность Здравствуйте Здравствуйте Даша, ты хотела, чтобы я рассказала сейчас про наши соревнования? Да На самом деле мы занимаемся развитием CrossFit Я представляю клуб Reactor CrossFit CrossFit это такой вид спорта, да, можно сказать Но на самом деле это фитнес, который стал собирать стадионы по всему миру И он соединил себе тяжелую атлетику, легкую атлетику, гимнастику Это звучит очень страшно для обычных людей Но на самом деле специфика составления программ, она позволяет Подожди, я тебя перебью, я немножко верну в русло Я знаю, что Анастасия делала очень много программ и для инвалидов Ну, в смысле, они привлекали их в свой зал бесплатно Не прося, ну, собственно говоря, ничего взамен Сейчас они организуют соревнования в метро Но, насколько я понимаю, правильно я понимаю, что ты, ну, в смысле, развиваешь свой проект Собственно говоря, через соцсети Как масс-медиа реагирует на него? Есть ли какая-то поддержка? Ты имеешь в виду классические медиа? Телевидение, тому подобные вещи К сожалению, никак вообще не реагируют То есть отклик нулевой Простите, а что вы сделали для того, чтобы они отреагировали? Ну, я пыталась с ними связаться и рассказать все А пытались как? Ну, вот, если не секрет Ну, то есть я писала письма, пыталась связаться с людьми какими-то То есть в социальных сетях, зная, что эти люди относятся И о чем вы их просили? Я пыталась просто для начала, как бы, рассказать о том, что у нас есть Допустим, так же, как я с Дашей начала общаться Я написала ей, просто сказала, есть вот такая история у нас Вот мы делаем то-то и то-то Интересно с нами вообще поговорить на эту тему И знать, что мы можем сделать друг для друга И вот Даша, это, наверное, один из единственных людей, кто на это откликнулся Все остальные меня просто проигнорировали и игнорируют до сих пор И мне не то, чтобы обидно, как бы мы двигаемся, но реакции ноль Я так понимаю, что только личные связи имеют какое-то значение Потому что если вот перейти эту границу И начать с человеком говорить глаза в глаза, что-то меняется А до этого А вы абсолютно правы Безликие письма на инфо, они не дают никакого отклика То есть я даже ни разу не получила ответ Типа, это не наш формат, мне это неинтересно И что-то в этом роде То есть, может быть, у вас будет какой-то совет Может быть, ребята что-то делают неправильно Может быть, они не там ищут Вы знаете, совет я вам дам очень простой Одна из, опять же, наших оффлайн-активностей Именно связанных с общением с городскими активистами Заключается в том, что представители московских новостей Часто собираются, встречаются с активистами на разных мероприятиях И в том числе рассказывают им, как привлечь прессу на свою сторону Поэтому просто, если вы наберете в Яндексе Московские новости, как заставить СМИ написать о вашем проекте Вы увидите лекцию, снятую специально на одном из таких мероприятий Она точно вам расскажет ровно об этом Вы нам можете коротко озвучить? Просто, чтобы, может быть, есть кто-то еще А вы уже сами все сказали Нужно стать самой Вы сами должны стать открытой Вы должны знакомиться с людьми Именно глаза в глаза Потому что на письма, на инфу это бездонный ящик На них никто никогда не ответит Нужно знакомиться с людьми в социальных сетях Нужно их заинтересовывать Один, второй, третий, четвертый Вот сейчас вы выступаете Уже люди слушают вас Люди должны узнать об этом Потому что, понимаете, журналисты, как цинично звучит, они ленивые Им нужно принести историю, тогда они начнут ее раскручивать Они... Ну это целое, если честно, вот, ну просто есть набор рецептов Как свой социальный проект раскрутить ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...